приветствую вас на канале цвета охота сегодня у нас пересадка пересадка непростая мне нужно поговорить и кое-что рассказать пересаживать решила я нефролепис мачо потому что он у нас скинул много листвы это было из-за переезда и в общем то я решила его пересадить рассадить потому что вот в целом выглядит пышно объемно но когда смотришь вблизи то есть вот подобные вайки которые обрезаны кончики высохли вот хотя новая столуны корни они воздушке есть то есть в принципе растение живое жизнеспособно да и давно она у нас поэтому хочется кое-что рассказать но в процессе по пересадке и в целом вообще по своей ситуации ситуация связана с почтой россии я думаю для ни для кого не секрет что в этом году почтой россии вела у нас габариты что очень значительно увеличила стоимость что было видно увеличила стоимость получается пересыла как только габариты вводишь получается стоимость увеличивается в разы она сбила это все дело в апреле месяце значит я буду работать и рассказывать потому что просто так сидеть на камеру говорить я не могу мне надо что-то это дело как-то заполнять картинку скажем в общем все началось с апреля месяца у нас не вообще изначально у меня уже с 18 октября 18 года почты россии у меня договор договор на оказание услуг ну соответственно я покупаю посылки сама регистрирую привожу их в отделение связи точнее даже не связи она пункт приема посылок да и они потом сразу уезжают на сортировку что очень удобно и быстро уезжает от нас посылки то есть для меня это максимально комфортно я в принципе ну не считая отдельных случаев когда посылка теряется да то есть в плане приемки у нас редко когда случались какие-то проблемы вот но а что касается моей ситуации у нас случилась вот какая история значит в апреле месяце с 23 числа они это дело все ввели по умолчанию никакого уведомления мне не приходило я увидела при регистрации появление новых пунктов это габариты вот и я сразу позвонила здесь кировским менеджером юз и спросила в чем делаю какие-то изменения новое что произошло не горит ну вот только только вводим это вообще пока вот ну не обязательно я кроме какой тариф вот чтобы потом нам не пострадать какой лучше тариф выбрать значит она говорит ну вот смотрите и к marketplace мы отправляем пока без габаритов в принципе вот просто это у нас несколько тарифов получается есть посылка онлайн есть простая посылка если к marketplace через который в большинстве случаев авито доставка осуществляется это у почты такой тариф так называется да через него потому что нас прошлом году были проблемы с потеряшками до потеряшки мы находили но терялись чаще именно и кома и к marketplace и потом решили перейти на посылку онлайн там это уже конкретно от юрлис посылки едут и в общем мы решили что мы будем отправлять именно и ими вот и когда ввели эти габариты и мы конечно расстроились потому что стоимость вырастает в разы но и соответственно чтобы сэкономить не свои деньги деньги клиента мы начали отправлять после звонка вот менеджеру получается посылки через и ком вот в принципе там каких-то серьезных потерь не было но в том плане что посылки не терялись основном доезжали в большинстве случаев были моменты но мы находили в принципе пути решений в общем вот а что касаемо дальнейшей работы то есть я поняла как они там с габаритами отправляют а сейчас они в принципе без габаритов не не сохранить даже посылку не зарегистрировать вот это вот конкретно по по нам по юрлицам у кого заключен договор с почтой россии вот и что касаемо там первых классов и всего остального то есть мы могли сохранить посылку и ее принести на пункт выдачи вот на пункте выдачи никаких сообщений мне не было то есть я как общалась там с людьми так и общалась для меня каких-то новых уведомлений не приходила я всегда в общем хорошо общаюсь с людьми которые на приемке у нас дают чтобы и своя личная цель тоже есть да и люди там хорошие начнем с этого да я всегда там на какие-то праздники старалась какие-то я не знаю конфетки не конфетки шоколадки ну что-нибудь такое всегда принести потому что ну когда ко мне хорошо то я хорошо вот случилось так что вот с апреля получается по июнь месяц я вот так таким образом отправляла посылки отправляла отправляла и в июне месяце выясняется что за моей спиной почта россии приписывала мне личное денежное средство то есть принесла я посылку на 500 рублей к примеру да они вносят при приемке габариты то есть раньше у нас что было только весовой до контроля не проверяли вес если вес не сходится более чем на 50 грамм они это дело получается сами исправляют и в общем то может стоимость посылки измениться но у нас хорошие весы вот я купила весы хорошие чтобы проблем с этим не был я у детки буду откладывать боюсь в общем массе здесь растерять вот и в общем почему я говорила посылки привезли посылки мы и они получается меняли только вес если там было не сходилось разница была более чем на 50 грамм а тут когда они вели габариты то есть мая месяца не отправляли тарифы но в этих тарифах но в документе не было ни слова о том что после приемки значит будет меняться вообще стоимости и вообще обязательно водятся габариты то есть этого вообще не было нигде и конкретной такой бумаги нет менеджера не от постоянной рассылки этого ничего не было то есть я общалась в апреле и собственно спокойно как обычно я все отправляла но они после приемки все это меняли то есть габариты вносили соответственно и стоимость посылки менялась что не могло в дальнейшем нас не расстроить потому что стоимость порой менялась до вообще каких-то нереальных цифр там была то все где-то может быть получится если при монтаже добавлю какие-то расчеты из своей таблицы конкретные посылки какие-то может быть кто-то там себя узнает простите если я как-то свою фамилию вашу фамилию озвучу или просто там у краткой да ну вот в этом табличке покажу просто в тот день было как в те в те дни было не ну как бы были отправки и в общем ну не моих не могло не быть и они меняли я привожу посылки они вносят габариты стоимость меняется было пятьсот десять рублей там у одной посылки 100 1210 до примеру то есть разница в 700 рублей некоторые конечно на 20-30 рублей некоторые прям ну вообще катастрофически много понятно что спустя время я не могу это да и вообще будет несправедливо клиентам да ну вот покупателям кто брал посылки спустя какое-то время писать что вот вы знаете я там отправляла посылку вам а мне вот почта россии вот такое вот сделала то есть да и у нас соответственно с я там ездила в отпуск еще в июне и вернулась когда я занялась этим расследованием скажем да я написала претензию на почту россии и с 19 июля то есть когда я писала 19 июля начались длительные переписки я какие-то все обращения посылала нереальные это просто их было очень много я уже даже запуталась в их количестве хотела тут на днях думаю сейчас соберу все воедино чтобы можно было это как-то какую-то последовательность чтобы было потому что я понимаю что дело идет в суд там в общем в общей сложности получилось на 11 чем-то тысяч они меня вот так вот огрели скажем вот я знаю что это не единичная ситуация таких как я дурочек наверное много вот ну просто у кого-то может быть сумма меньше понятно что если бы это была сумма там пусть две-три тысячи да я бы даже разбираться не стала попробовала бы немножко поняла что смысла нет и в общем не стала бы даже рыпаться скажем так вот но так как сумма не маленькая мне просто стало обидно почему я должна платить за то что я ну по факту не подписывал то есть документ это я привозила на сдачу с одной ценой а по факту платить то надо будет больше это то же самое что мне зимой вывезли снег а в июне мне эта компания говорит слушать эту посчитал кубатуру что наверное больше я вам вывез давайте-ка вы это доплатите мне ну то есть я считаю это несправедливо и я думаю многие скажут что это не честно по отношению к клиентам хоть и говорят что клиент всегда прав ничего подобного они для физлиц такие всякие скидки делают всякие акции кэшбэки и тому подобное а для юрлист только какие-то долги приписывают в общем я очень старалась как-то это дело все вывести на справедливый уровень да очень долго общалась и вот тут недавно уже со мной начали общаться не те кто там по задолженностям до идет то есть какое-то время я оплатила тот долг который на самом деле я должна вот за тот просроченный период да и потом какое-то время еще отправляла но потом мне сказали что если вы погасите вот текущую задолженность до которой у вас там есть то у вас это погасится до просроченная задолженность которую вот они мне лишнюю приписали вот и соответственно я ждала когда они мне сделают перерасчет чтобы оплатить вот эту стоимость текущую до задолженность которую я должна но они не посчитали нужным они написали дурацкие какие-то ответы что вот мы на ваше обращение пришлем ответ то есть я то просила вы мне на мою претензию напишите официальный ответ какой-то чтобы это было юридически правильно в итоге они мне посылали какие-то дурацкие ответы вот мы вам пришлем ответ или там еще какой-то в итоге в сентябре месяце они мне посылают ответ на претензию в котором они пишут что вот у нас там изменилось мы вас уведомляем но уведомление это там было в сентябре месяце о том что вот габариты вроде сменяются а ситуация то вся произошла в апреле месяце то есть мне сейчас то все понятно еще в июне стало все понятно я стала отправлять как положено да вот и собственно почему я сейчас отправляю через стороннюю организацию тоже через юрлицо чтобы сразу посылки уезжали на сортировку вот и они мне такого уведомления прислали что вот так и так в общем и потом не начали звонить и говорить о том что мы единственное что можем вам предложить это рассрочку то есть за то что я ничего ни в чем не виновата да они мне приписали свой долг какой-то придумали лишний до после этого и я значит должна это все равно платить и не штыку снисхождением не сделали рассрочку мне предложили конечно это очень обидно было я вообще ревела тут даже по этому поводу и что у меня по итогу получилось после последнего разговора мне далее как бы отсылка была она генеральные условия оказания услуг почтовой связи и я думаю надо этим заняться сколько можно уже ждать когда какой-то ответ будет какие-то считать них ждать бесполезно думаю сейчас высчитаю почитаю документы высчитать сколько я на самом деле должна и после этого оплачу и уже буду ждать когда они меня позовут в суд со всеми готовыми документами то есть я готовила все акты сдачи я готовила документов кучу я договор подготовила все все эти расчеты свои начала пересчитывать и дошла до этих генеральных условий в которых не собрать больше 200 страниц мы печатать замучились и потом уже даже не стала печатать вот читала 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 и на какой-то там 86 странице я нашла ну там много разных тарифов было ну вот конкретно например если взять посылку первого класса ну допустим да помимо того что там у нас для юрлиц ограничение есть кстати тоже очень интересный момент если ты отправляешь от юрлица посылку первого класса у тебя ее на приемке не примут потому что габариты должны быть максимальная длина 36 сантиметров не больше 36 6 сантиметров а общая длина 72 сантиметров общая сумма до всех габаритов не более 72 вот и когда получается дело дошло до отправки несколько посылок у нас было таким образом первого класса более крупными объемами вверх возвращено и мне люди же говорят что неправда нужно я же вот вчера грубо говоря получила посылку такую грамма огромную основном это просят люди кто далеко живет и когда например погода уже не очень хорошая вот и тогда я решила проверить то есть они же получают на что-то отправляет значит где-то же их берут и я выяснила что отправляют от физлица то есть мне нужно было сходить на почту и от физлица отправить посылку получается ну почты первого класса ту которую мы хотели на тот момент отправить в итоге она была до этого отправлена от юрлица ее мне вернули ну и от безвыходности я поняла что нам нужно все равно отправлять и я решила что необходимо нам ее отправить в этот физлица у меня как раз там были какие-то дела и я решила в отдаленную часть города уехать чтобы грубо говоря не центр да там где могут быть какие-то проверки или еще что-то а уехала в отдаленную часть города значит и я эту посылку там сдала 1 класс с большими габаритами которую от юрлица меня не приняли вот таким образом у нас все это дело происходило вот и когда так давайте я сейчас все это приберу и уже будет посадка немножко расскажу вот что посажу после перерыва пока нужно вот это вот дело все убрать кстати грунт от папоротника говорят очень полезный поэтому это я выкидывать не буду и сложу куда-нибудь я не знаю потом сад увезу саду сделаю что-нибудь интересное так в общем после перерыва что у меня есть и вот в такой грунт для папоротников специально я сажаю у меня есть нефролепис тигровый регатный до сада он вообще шикарно от этого грунта у меня папера особенно на фитильном поливе поэтому для меня это прям вообще открытие это кто-то мне из наших местных цветолюбов цветоманов подсказал поэтому я прям вообще от этого грунта очень довольна конечно когда буду еще перлит добавлять еще раз покажу вот если будет интересно этот грунт я нашла на marketplace и потому что мне на тот момент было дешевле его выкупить именно там объем большой мне он не нужен был поэтому я собственно говоря там его и взяла дренаж у нас обычный сутка зелени литровый но я поняла что у меня вот такие вот камушки такой керамзит не устраивает я решила что буду тут думать насчет этого по-другому еще кстати вот в этом грунте есть еще и другой керамзит более ровный более красивый поэтому керамзита мы задумались ему часто спрашивают не всегда он хороший по качеству и не всегда он идет ровный гладкий как хотелось бы то есть некоторые люди гидропоники выращивают и папоротники в том числе поэтому хотелось бы более хорошего керамзита у меня сейчас уже есть мысль по этому поводу и как только воплощу в действие в реальность я обязательно с этим поделюсь много перлита для меня это сейчас прям любимый любимая добавка для любого грунта потому что я показывала и в телеграме как у нас укореняются прекрасно в нем резонки алакази да и не только они и агланемы в нем хорошо в чистом перлите растут кому интересно можете зайти по qr-коду или ссылка будет под видео единственное что плохо такой простите перлит пылит такое и кашляешь от него поэтому надо в маске работать я тут что-то совсем позабыла про это дело да и как-то ну очень не до этого все субстрат готов вот такой вот беленький пушистенький в него мы будем сейчас наши папоротники сажать надо посмотреть так готовы почвенный грунт тор древесная зола инертные наполнители мелкий керамзитный гравий но в основном белгумус я так поняла азот фосфор калий гуминовой кислоты но в общем я так думаю что здесь вот в такой грунта варигат на и лучше не сажать хотя у меня папоротник варигат неплохо и дает хорошие вайки как-нибудь им буду рядышком как не забуду если да так скажем я вам обязательно покажу как он у меня вымахал и в телеграме добавлю потому что где-то на ю тубе или там еще только полноценное видео снимать ну как-то пусто будет а в телеграме короткие видео не прям очень так хорошо удобно выкидывать их вот и на дзен кстати я сейчас стала выставлять видео какие-то говорю и ничего не сажаем что буду сажать сейчас без дренажных отверстий закрытую систему 0 5 200 200 и здесь наверно сотка вот начнем сажать здесь более крупные вайки и корневая уже как бы такая довольно хорошая буду сажать более крупный горшок и все стало воздушные столоны я буду углублять с воздушных столонов как что такое как оказывается очень неплохо детки растут поэтому если у вас есть папоротники много воздушных столонов наружу просто возьмите его даже прикопайте пусть даже если не в этот же горшок а рядышком до засунуть конь стакан с этим же перлитом и потом значит у вас будут детки значит что что касаемо почты на чем не остановилась посылку первого класса я вам рассказала что от юр лица отправлять большие габариты нет смысла ее за забанят так скажем да и ну бессмысленно отправлять а от физ лица прям уходит вообще все замечательно и в общем когда я начала эти генеральные условия вчера читать я выяснила очень важный момент там так прописано завуалируем я может быть как-то текстом это дело все пропишу как у них это все было написано смысл был в том что в общем во время приемки мы проверяем все параметры габариты да и ниже пункт такой типа что в конце после проведения вот этих замеров то есть если там возникнет спорная ситуация вы можете вместе измерить но там именно и спорная ситуация по габаритам по размерам то есть какие-то неправильные получаются если будут измерения если я буду не согласна с измерениями вот это решать на месте в итоге я так куда же мне это составить что сейчас пауза все я вернулась поставила нам себе лоточек палеточку буду сейчас туда составлять вернемся значит почте россии и в общем мне на эти генеральные условия ссылались там я все прочитала выяснила что они во время приемки могут изменить не только параметры ну понятно там кто-то может быть хитрит и они параметры эти сверяют вот но так как они вели габариты каких-то уведомлений не было и не получается это дело все по умолчанию меняли стоимость у нас вырастала и по факту я оказалась не права потому что я не прочитала 200 страниц генеральных условий когда я оформляла с ними договор вот оказалось в чем проблема то есть в момент когда все даже и подумать не могла что за моей спиной будут изменять то есть документ это я подписывал на одну сумму да счета то приходят на другую я вообще эти документы не подписывала в принципе не подписывала на это на оплату я высчитывала сама сумму и эту сумму оплачивала и когда уже дошло дело до сверки акта до этого всего я уже поняла что скажем пахнет жареным и сейчас они мне готовят официальное письмо бумагу вчера пришло мне уведомление спрашивали меня на какую почту мне отправить юродел у них там работает вот я понимаю что сейчас они мне будут писать но сначала наверное это будет претензия какая-то на то что я не плачу им и хотела я идти в суд скажу прямо но как мне сказали а с чем ты пойдешь вот ты придешь туда и скажешь что ты просила счет какой-то да после перерыва заходили нам тут забирали заказ посадила какую-то часть маленьких растений и больших в общем продолжаем я продолжаю свой рассказ 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 историю не знаю жалобу называйте это просто к чему вообще я это все рассказываю те кто занимаются вообще каким-то видением не знаю как то делом каким-то да своим пусть это будет не полностью там скажем официально да если если просто вы как-то даже дома цветами занимаетесь я вас очень прошу будьте пожалуйста предельно бдительны и как мне опыт мой показал нужно все время ждать откуда-то подвоха откуда-то обмана приходится ждать все время нужно быть начеку и быть в курсе всего то есть надо настолько быть осведомленной да настолько надо то есть доверия вообще быть не может тут тут один сплошной контроль я вообще воспитана так что в большинстве случаев я только на доверии да работать стараюсь то же самое вон с садовыми сейчас случилось на доверии привезли там заказы кому-то да и местным и на отправку я понимаю что в целом как бы поставка задержалась да по садовым и пионы поздно приехали в том числе но ведь были и те заказы которые тюльпаны пришли тюльпаны пришли к нам не так давно точнее не так как уже давно по факту в сентябре уже мы приглашали за заказами еще тогда но люди не пришли и когда мы начинаем им звонить уже написывать грубо говоря да они говорят ой вы знаете уже поздно как бы земля замерзла нет я понимаю конечно да что действительно может данный момент посадка уже ну как то невозможно а почему раньше то об этом не думали почему не могли прийти тогда когда можно было посадить это дело понятно что может быть мы продадим но ведь мы весь объем не продадим то что мы планировали на свободное наличие мы это дело ну в силах посадить да то есть у меня есть на это место а то что остается от тех заказов которые в принципе не забрали да от которых отказались вот это вообще меня просто повергает в шок почему я должна высаживать те отказы которые вы прислали не по нашей вине мы свою ой сдвинулся мы свою часть выполнили то есть мы привезли вам луковички да мы привезли пионы будьте добры заберите пожалуйста ваш заказ а то что вот оно пришло поздно знаете не мы в этом виноваты не мы поздно их выращивали не мы их поздно привезли обнаружила что у меня грунт закончился и не сказала что навела новый тот грунт у меня совсем кончит поэтому взяла агробалт питательную смесь ну питательные этот черную землю да от буйского завода универсальную добавила перлита и мха в общем тут все такое ну влагоемкое надеюсь что в этом папоротникам тоже понравится опять же закрытая система будем надеяться что адаптируется не хуже поставлю в тепличку их на первое время чтобы им было полегче и полью кстати мне очень понравилось поливать стимулом тайские первую партию которая даже не первая такая получается в июле месяца которая пришла к нам или в августе я тогда видео еще снимала о пересадке обработке вот и я секунду что-то у нас только перерывов и я все сбиваю сбиваю смысле ладно давайте сажать дальше в процессе разберемся что почему такие хорошие столоны зелененькие я их углублю чтобы они дали новую порцию и в общем если возвращаться обратно к почте сейчас что я от них жду я сейчас жду от них письмо претензию которую они мне пришлют с требованием оплатить этот долг и судя по генеральным этим доверен генеральный как это правильно называется документ уже что-то растерялось уже все в общем судя по этому генеральным условиям клиента ничего никаких прав то и не имеют то есть даже если это все пойдет в суд у них там прописано что если вы сразу не обратились с претензией там в течение десяти дней да то получается это все по умолчанию выходит в согласие я понимаю что возможно где-то я поздно это увидела что доверять и правда никому нельзя это мой будет опыт определенный опыт конечно все мы ошибки набиваем шишки и все мы из этого делаем какой-то урок вот но смысл этого видео совсем другой не то чтобы рассказать и пожаловаться а предупредить других людей кто отправляет транспортными компаниями ну не только почтой России но и другим то есть имейте в виду что может быть такая история потому что я читала и судебные практики разных и транспортных компаний и почты и вообще и получается что в большинстве это случаев в большинстве случаев выигрывали то вот эти вот монополисты и транспортные и почта в общем клиентам то там мало что эти суды дают поэтому не фраза клиент всегда прав она неверная нет такого это наверное только там какой-нибудь Яндекс или Озон да или Валберис вот там может быть что-то и есть вот это правило когда ты можешь вернуть что-то там назад да спустя какое-то время или еще что-то то есть вот в этом да наверное тут эти правила соблюдены или еще в каких-то магазинах кто собственным этим занимается да каким-то делом а если это просто я не представляю если бы я отправила посылку да и потом такая ой слушайте верните-ка мне еще деньги потому что я так подумала у вас габариты больше чем оказались ну мне бы наверное сказали а не пошла бы ты да куда подальше поэтому в общем я хочу вас предупредить пожалуйста будьте всегда бдительны не доверяйте особенно почте России сколько жалоб было сколько еще будет я уверена но чтобы вы не столкнулись с таким с такими моментами как столкнулась я лучше быть заранее об этом осведомлен такие вот дела очень обидно что придется платить эти деньги все-таки я говорю вы понимаете что вот вы свои зарплаты просто так отдаете потому что кому-то так захотелось деньги ну вот мы как человек человека вас понимаем да ну да но вот у нас к сожалению такая политика мы отмотать назад ничего не можем единственное что мы можем вам предложить в будущем периоде какую-то скидку и то мы только сможем отправить на рассмотрение комитет который предлагает эти скидки вот он уже в будущем почтовом сезоне то есть сейчас как бы сезон у нас уже не то чтобы заканчивается но уже идет к завершению скажем так да потому что в некоторых регионах еще тепло а в некоторых уже и снег лежит поэтому в большинстве мы сейчас вот мы отправляем почты еще но все же будем уже спрашивать насчет отправки ДПД транспортной компании с температурным режимом практика показывает что большинство посылок доезжает хорошо бывают конечно выпады бывают посылки которые подмерзают бывают наполовину подмерзают потому что с одного бока было холодно например вот бывает вся посылка бывает маленечко там где-то у кого-то листочки только подмерзли поэтому тут вот говорить в целом о рисках риски в основном идут на продавце что касаемо отправок конечно да вот если рассматривать какие-то отправки которые делаем мы к примеру да мы даем 50 процентов только да не все сто процентов мы возвращаем но только по одной простой причине если мы будем сто процентов возвращать все полностью да то есть мы не можем знать как заранее растение как растение себя потом в дальнейшем поведет поэтому мы отправляем нормальное растение мы высылаем фотографии все остальное вообще всегда найдется компромисс я вот как считаю кто-то любит это все обнародовать голословным таким прям громкими словами кто-то вообще у меня ситуация много за мою практику было и были маты и были оскорбления переход на личности и прочее поэтому мне надо как-то с этим уходить с негативной потому что как-то все же хорошо знаете после марта месяца я поняла в этом марте месяца обрушилась на меня все что можно было и нельзя в тот момент я поняла что самое главное что важно в нашей жизни это то что чтобы наши близкие были живы и здоровы несмотря ни на что а все остальное то что происходит вокруг нас это просто второстепенные какие-то моменты которые решаются все решаемо кроме утраты близких слава богу у меня все обошлось в тот момент все ну конечно не без последствий но в общем то все живы и здоровы поэтому чего и вам желаю чтобы у всех у ваших близких и друзей знакомых родных детей бабушек дедушек мужей жен чтоб все было хорошо и будет мир во всем мире да на такой вот хорошей доброй ноте мы наверное закончим это видео я надеюсь каждый для себя сделал какой-то определенный вывод какой-то может быть урок не урок но что-то для себя из моей ситуации вынес вот что касается новых отправок эта поставка у нас не пришла которую мы ждали на прошлой неделе так как машину арестовали в белоруссии санкции европы на нас наши санкции на европу сказались в общем то на на тех кто занимается делом да бизнесом страдает народ поэтому поставки вроде как должны возобновиться еще какие-то другие пути будем надеяться что на этой неделе мы поставку все-таки дождемся информации пока о поступлении новом нету но я думаю что завтра уже что-то прояснится и будут хоть какие-то новости поэтому пока на этом все чтобы не потерять нас смотрим не только на ютубе но на дзене в телеграме в телеграме я индивидуальные так особенные видео выкладывать о которых нету ни в контакте ни на ютубе ни в дзене поэтому кому интересно какие-то наши рабочие моменты или еще что-то там из наших укореняющихся дел можете зайти туда в телеграм и посмотреть видео там то есть если будет утром кофе попить не с чем да и можно открыть наши видео и посмотреть вот на этом все если понравилось видео ставим палец вверх пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и если вдруг у кого какая такая ситуация была может быть нам стоит вместе объединиться вот еще раз спасибо за просмотр до конца досмотрели всем пока пока до конца доска и до конца доска до конца доски